здравствуй шамиль здравствуй александр сегодня мы находимся в клубе tiger москва и шамиль покажет любителям и профессионалам дзюдо свои излюбленные наработки в технике дзюдо шамиль что-то покажешь ты сначала скажешь или ты покажешь потом расскажешь я сначала покажу а потом расскажу хорошо я прощаю прощая начинает правило отсюда у меня я это бросок через пыльный крючок с одним отворотом ухты движение это ты шамиль эту техника ты сам под себя подобрал или тебе подсказал тренер это мой первый тренер с которым мы часто работали так как я люблю подворачиваться и влево и вправо делаю тому самый любимый бросок и так не хватает скорости потому что бы шагнуть и подвернуться это один из самых любимых бросков и кто как зовут тренера тренера зовут зургараев так ну давай тогда медленно начнем до захвата во первых захват как как ты держишь захват рукой левая ручка у нас всегда здесь мы шагаем мы можем держать левую сторону классическую доход подворот шагаем левую ножку левую подмах шагу сюда в этом поле подмах здесь не отпускают подорожку подорожку так и держать во время подворота очень важно понимать что у нас ручки не вниз там а вот раскрывай раз 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 с этой позиции можно делать точно так же я делаю виброзный шаг тоже самое движение в основном для маленьких бросок если не скотливаться это раз 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 а раз Я не думаю, если оно у меня не получится, я упаду и проиграю в церковь. Всё страшно, главное попробовать. А имеет ли значение, кто против тебя вышел, левша, правша? Абсолютно. Не имеет этого значения? Потому что в основном я могу двигаться как с двумя отворотами, так и с ручками. То есть как вот вернуться. Не обязательно вернуться. Просто во время борьбы. Даже если, допустим, это левша. Под левой стороны. Под самым левой стороны. В любом случае можно привести его в любую сторону. Сюда можно подвернуться. Оно в любом случае проходит. Есть ли какой-то вариант отсюда, если вдруг что-то пошло не так, и какой-то выход с какой-то последующей техникой или с комбинированием? Есть предусмотрено ли что-то в твоём арсенале такое? Ну, в основном, если вдруг я подвернулся, так скажу, и просто так получилось, что он выходит так. В этом случае просто второй подворот, но уже за шею. Ага. Если думать, иметь где-то двигаться, это всё очень сложно. Поэтому лучше всего не думать, а чувствовать, а просто двигаться. Ага. Для тех, кто может задать вопрос, как быстро приходит вот такое уверенное исполнение этой техники? Сколько времени, километров, часов, дней? Ну, знаете, я думаю, лет пять, минимум. То есть целенаправленно, систематически, наработка каждого шага, движения? Да, наработка. Вне зависимости от того, что у меня получается, после каждой тренировки я люблю бросать. В пятьдесят раз, в сто раз. Просто для себя, чтобы не забывать. Потому что я не воспринимаю эту бросок как вот эту тяжёлую работу. Для меня удовольствие делать. Поэтому он и получается. Это Шамиль и его любимый приём. Спасибо, Шамиль. Это что?